Быть активными участниками дорожного движения, не выходя из собственных квартир, удается жителям нескольких домов по проспекту Ленина. Стены их спален буквально держат контактную сеть, по которой движется городской электротранспорт. Сотни троллейбусов ежедневно сотрясают ветки и хрущевки. Люди напуганные пишут жалобы во все инстанции. С проблемой людей на месте познакомился вице-спикер Государственного совета Олег Мешков. Неприятные ощущения начали беспокоить жители квартала в центре города около двух лет назад. Жильцы рассказывают, во время сильного ветра они не просто слышат шум проводов, но и ощущают вибрацию в собственных квартирах. Мы при обходе дома увидели, что наши дома дали трещину. То есть несущие стены домов дают трещину и с уличной стороны, где анкерные тросы, и со стороны двора. То есть анкерные тросы прикреплены к несущей стене дома. А это, как правило, идет движение всех стен. Даже в квартирах действительно вот замечаешь, что плиты, двигаются плиты. То есть идет разница между плитой. Допустим, в прошлом году не было заметно, а сейчас увеличение движения плиты идет. И трещина, увеличивается трещина в подъездах. Специалисты троллейбусного управления утверждают, беспокоиться людям не о чем. Тросы зафиксированы по всем правилам. Однако отмечают, разрабатывались эти правила еще при царе Горохе. Эта линия, она была построена в 1964 году согласно проектной документации и согласно норме правил. Эти правила, они, ну, во всех городах России практически, даже в Москве, все контактные сети, особенно в центре, где невозможно поставить опору, все они размещены таким же образом. Жильцы, в свою очередь, настаивают, не надо доламывать и без того хлипкие хрущевки. В качестве альтернативных опор для контактной сети люди предлагают и фонарные столбы, и даже березы с тополями. Мы должны также рассмотреть вопрос о том, чтобы эти опоры, все-таки же они были усилены. И на самом деле сегодня менять эти опоры тоже пряматично, это финансовые затраты. И сегодня мы должны четко знать, как мы можем их укрепить. Если мы уйдем от жилых домов, естественно, но это нужно, конечно, уходить, то мы должны рассмотреть вопрос в техническом плане. Эстетика, конечно, портит, естественно, безопасность. И на самом деле сегодня мы должны уходить от этого. Это наша позиция. Заместитель председателя Госсовета Олег Мешков, который уже знаком с проблемами жильцов этого квартала, был уверен, проблему необходимо решать немедленно, пока конфликт не разгорелся во всю силу. Сами троллейбусники тоже должны понимать, что они, во-первых, закрепились или уцепились за квартиры, которые являются уже собственностью. Да, являются частной собственностью. И пользуются этим, как говорится, даже не то, что без ведома этих хозяев, а даже немножко, кажется, злоупотребляют. Поэтому могут быть на них, если так подумать, могут быть и иски. Ольга Григорьев, Ольга Панова, Андрей Шоклев, Республика.